1 апреля в 17.00 истекал срок выполнения ультиматума, который поставили одесские патриотические организации прокурора Одесской области Николаю Стоянову. Или он пишет заявление об увольнении по собственному желанию, или протест переходит на другой уровень. В 16.00 у стен здания облпрокуратуры был назначен очередной сбор активистов. Часть активистов еще ранее отправилась блокировать трассу Одессы-Киев, заранее предупредив автомобилистов в социальных сетях. Однако по состоянию на 15.00 никаких новостей по этому поводу не поступало. И хождение по переходу на трассе тоже мало что дало. На сайте облпрокуратуры Николай Стоянов значился областным руководителем ведомства. А к 16.00 на углу Дерибасовской и Пушкинской у стен офиса ведомства количество протестующих по сравнению с протестами 31 марта почти не изменилось. Зато появился стол и подписные листы. Люди подходят, это третий день. Мы сидим достаточно, большое количество людей. Люди хотят, чтобы в Одессе был порядок, чтобы коррупция ушла в сторону. Активисты еще днем заметили молодого человека, который вел себя по мнению митингующих страна. Вступал с протестующими в дискуссии относительно персоны Николая Стоянова. Гражданин Украины. У вас есть фамилия, имя, отчество? Сергей меня зовут, да. Фамилия, имя, отчество у вас есть? А я вас боюсь, я вам скажу фамилию, вы меня потом не боитесь. Да кто ты такой вообще? Что ты здесь делаешь? Я стою. Ты стоишь? Вот что вы меня сразу провокатор не провоцируете? Нет, что ты здесь делаешь? Я что делаю? Да. Это моя страна, я тут могу стоить? Ты с утра здесь тасуешься, здесь выясняешь обстановку, ходишь туда, докладываешь и возвращаешься обратно. Позже эти споры начали идти на повышенных тонах. У людей возникли опасения, что к ним подослан провокатор. Чтобы ничего плохого не произошло, пришлось позвать дежурящих неподалеку патрульных полицейских. Агитировал его, каждого, за Стоянова. Чтобы приняли его на должность, дали ему месяц времени и он порешает какие-то вопросы, которые выгодны нам. В целях твоей безопасности лучше уходишь. Разом с полицией. Да нет, я боюсь за тебя, чтобы ты не пострадал. Я хочу тебя сберечь. А что это вы тетушки сидели здесь в ресторане? Я не знаю, я у Дмитрия спросил. Мы все сняли на камеру. Так пожалуйста, пожалуйста, вот вы смотрите, вот вы мне сразу говорите, там тетушки не пришли. Покажите меня с ними, что я с ним сидел. Постепенно приближалось наступление окончания срока выполнения ультиматума. Возле здания облпрокуратуры людей стало заметно больше. Много активистов было в камуфляжной форме. От прокуратуры никаких известий не приходило. Наконец, началось построение тех, кто готов к более решительным действиям. В 5 часов 1 апреля истек срок выполнения ультиматума, который патриотические организации дали Николаю Стоянову. Написать заявление по собственному желанию. Активисты обещали перейти к более радикальным действиям. Сейчас мы видим, что построилась самооборона, и все патриотические организации едут перекрывать Киевскую трассу, как и обещали. Стоит заметить, что по данным активистов, в понедельник 4 апреля Николай Стоянов все-таки планирует появиться на своем рабочем месте. Митингующие говорят, если у прокурора будет желание встретиться, пусть выходит к людям. Анатолий Косин, Сергей Коняхин, телекомпания Круг.